Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся в учебном классе. Занимаемся строительством печей, ремонтом, отделкой, восстановлением, проектированием, дизайном и строительством. Сегодня мы хотели показать, как правильно замешивать глиняный раствор из имеющихся под рукой материалов. Значит, это глина и песок. Глина по составу, скажем, не очень жирная, средней жирности. Кубики, видите, если катать колбаску, колбаска не катается, рассыпается. Даже сантиметровый слой растрескивается. То есть глина тощая. Для кладки печей такая глина, она, ну как бы, не очень интересна. И чтобы приготовить правильный раствор, то есть, ее нужно обязательно взбить в глиняное молочко. Что мы с ней делаем? Мы наливаем в емкость воды, в емкость воды, как это обычно делается со всеми растворами, и накладываем туда глины. Значит, замачиваем. То есть любую глину, любую глину перед употреблением необходимо замочить. Значит, глину, я говорил, нужно замочить. Чтобы проверить качество глины, значит, берем исходный материал и катаем ее в колбаску толщиной один сантиметр. Вот смотрите, она не катается, то есть глина фактически тощая. И, скажем так, для производства растворов печных, ну, скажем так, условно пригодная. Условно пригодная. Значит, чтобы получить с имеющегося материала качественный раствор, что мы делаем? Мы ее замачиваем в ведре, чтобы она набухла. Это первое. То есть, естественная влажность глины. Естественная влажность глины. Вот сейчас она, смотрите, какая в вязко-пластичном состоянии находится. То есть, консистенция глины такая называется вязко-пластичная. То есть, она, смотрите, она не клеится к рукам, не клеится, да, то есть, не скатывается в шарики, но она очень мягкая и легко раздавливается. Легко раздавливается. Значит, когда мы ее размазываем по пальцу, по пальцу мы получаем получаем матовый матовый блеск то есть это говорит о том что в глине много полеватых веществ то есть частиц которые крупнее пяти сотых миллиметров то есть вообще глина это все выветрил и и породы которые встречаются у нас на земле до размера меньше пятисотых миллиметров то есть физические глины глином относятся вот такие агрегатные вещества с размером частиц меньше пяти тысячных миллиметров это физические глины глины химического происхождения имеют размерность меньше пяти тысячных миллиметров размеры частичек которые из которых они состоят если посмотреть внимательно здесь мы увидим что частички видно невооруженным глазом то есть они от пятисотых до одной десятой миллиметра размером то есть много содержится полеватых включений по сути это тяжелый суглинок значит но иркутский кирпичный завод на нем работает значит подобрали состав песка который компенсирует недостатки жирности этой глины потому что тот песок с которым работает иркутский керамический завод он добывается на склонах где происходит выветривание значит кислых гранитных пород и песок имеет в составе достаточно много химической химогенной глины у которой размерность меньше пяти тысячных миллиметров поэтому то что содержится глина в песке химическая химогенная в коре выветривание который добывается для производства кирпича значит он компенсирует как раз недостаток вот этой тонкой мелкой глины в базовой глине которую использовать для производства так значит замочили глину она у нас перед приготовлением растворов должна отстояться в виде раствора ну хотя бы сутки двое значит чем дольше она стоит замоченная тем для нее лучше потому что мелкие вот эти частички они впитывают себя воду и происходит набухание глины значит при первом взбивании раствор оказался немного то есть молочко глина оказалась жидковатым поэтому добавляем еще глины вот смотрите уже после размешивания после размешивания раствор физколоидный превращается в кисель уже видно вот на кадрах что он становится густой то есть уже начинает немного тянуться значит определить консистенцию раствора или жирность можно просто переливанием то есть мы знаем как льется вода да то есть которая не содержит ничего и вот водный глиняный раствор смотрим значит напоминает жидкое блинное тесто вот такой вот или кефир кефир мы его называем глиняное молочко то есть в таком же виде раньше строители замачивали известку известку гасили известь в творильных ямах и получали вот такое же известковое молоко для строительства печей теплонагруженных значит мы также используем смешанные растворы это на глина и звездковом молоке то есть и звездка гасится до такого же состояния и размешивается до такой же консистенции смешивается в равных объемах то есть для определения плотности пульпы есть такой параметр который называется т.ж. то есть лабораториях имеются пробирки чтобы определить плотность этой пульпы значит мы берем плотность пульпы примерно 1221 27 ну на глаз на глаз на глаз это выглядит вот так то есть как я уже говорил как кефир как кефир или жидкое блинное тесто то есть наливаем в таком состоянии в таком состоянии глина должна у нас стоять в полной боевой готовности всегда во время работы на объекте сутки двое трое неделю месяц то есть она всегда должна быть замочена и находиться в виде киселя жидкий питьевой кисель тоже подходит определение такое под это состояние значит приготовление рабочего раствора заключается в том что после отстаивания глины значит через три-четыре часа мы получим сверху пленку воды пленку воды значит глина упадет в осадок расслоится дифференцируется сверху отстоится вода мы воду сливаем сливаем до получения вот такой однородной глиняной поверхности значит за время за два часа за два часа глина глина успевает расслоиться по удельному весу то есть наиболее крупные частички имея физический вес быстрее выпадают в осадок на дно более мелкие частички застревают при этой плотности раствора где-то в середине наиболее мелкие частички размером меньше пяти сотых миллиметра бы приближающиеся к пяти тысячным миллиметра к одной тысяч на миллиметра находится во взвесе верхней части раствора через три часа то есть происходит расслоение жидкости полное осаждение глин если это хорошие химические глины наступает через сорок восемь тире семьдесят два часа мы берем для приготовления качественного раствора верхнюю треть верхнюю треть нашего молока слив перед этим воду то есть вот воду слили у нас имеется глиняное молочко однородной консистенции без комочков комочки все осели на дно камушки и все прочее значит наливаем ведро глиняное молоко то есть или киселя и добавляем туда песка то есть до надобности песок у нас тоже здесь с тех же карьеров которыми пользуются все строительные организации то есть он достаточно глинистый этот песок то есть песок тоже делится по содержанию мелких пылеватых частиц вот сюда по содержанию мелких пылеватых частиц то есть на глинистые пески мало глинистые и промытые отмытые чистые зернистые пески да то есть этот песок достаточно глинистый то есть при И влажность, как сейчас, 25-30%, значит, он при уплотнении скатывается в такие вот кубики-шарики, да, то есть, как бы форму держит. Когда берем речной песок, лишенный глинистых частиц, вяжущего вещества нету, он в такие формочки у нас практически не лепится при такой влажности. То есть, как бы, насыпаем. Значит, содержание глины в этом песке не превышает 20-25%, то есть, песок мелкий и средне-зернистый. Ну вот, раствор практически готов к применению. То есть, проверяем мастерком, то есть, вот он, смотрите, переворачиваем мастерок, он держится. Легкое обстряхивание, мастерок чистит. Ну вот, раствор практически готов к применению. Чтобы его положить в достаточно тонкий шов, 4-5 мм, проверяем его на адгезию, то есть, на липкостные свойства. Обычный мастерок, зачерпываем раствор, переворачиваем. Смотрите, раствор держится кверх ногами. Легкое обстряхивание, раствор слетает, остается только одна треть возле ножки. То есть, и отдельные маленькие ляпочки. То есть, именно так должно быть. Он должен легко соскакивать с мастерка, но должен прилипать, прилипать на отрицательной поверхности. Легкое обстряхивание, и он слетает практически полностью. То есть, такие растворы, такие растворы, очень удобны для нанесения на кирпич методом сверху. То есть, когда мы намазываем раствор на кирпич. То есть, когда мы несем раствор, намазанный на мастерок, он у нас не слетает практически. Видите, то есть, я могу донести его до кирпича и намазать ровно столько, сколько нужно. 5 миллиметров или 7 миллиметров, то есть, я это вижу прямо вот в створе. Вот видите, я намазал сейчас примерно 5 миллиметров раствора, чтобы положить в 5-миллиметровый шов. А теперь делаем вот так. Вот мы получили 5-миллиметровый шов. То есть, без всяких излишков раствора. То есть, что очень удобно. Рассмотрены сейчас ланки. Способ приготовления раствора гарантирует получение более или менее стабильного качества растворов в любом районе, скажем, города, села, деревни. То есть, куда бы мы ни приехали, если мы раствор приготовляем по этой схеме, мы получаем примерно одинаковый по составу раствор. Потому что глиняные частички у нас дифференцируются в воде по удельному весу и по размеру. Мы берем верхнюю треть раствора глиняного молока, где аккумулируются самые мелкие частички. То есть, которые обладают наибольшими адгезионными свойствами. Наибольшей эластичностью и пластичностью. Чтобы не путаться со всякими пропорциями 1 к 5, 1 к 3, 1 к 4 и получать всегда стабильное качество раствора, компания «Печной мир» разработала схему получения смеси огнеупорной для кладки красного кирпича. В основе этой смеси используется оптимизированная коалин-монтмариланитовая глина Михайловского месторождения. Компания «Сибирские порошки», которая разрабатывает это месторождение, оптимизирует глину в туннельных печах, прокаливает ее, просушивает, размалывает его на шаровых мельницах и молотковых дробилках до фракции 3,005 мм. Наиболее мелкая фракция достигает 50 микрон размером частичек. После грохочения, то есть рассеивания продукта, под решетный продукт идет уже как товарное сырье для производства глиняных изделий или растворов. Продолжение следует... Продолжение следует...